Красивое дело Я сижу в студии и наслаждаюсь той энергией, которая пришла вместе с вами, Лана Спасибо, я себя тоже чувствую счастливой И я вижу обратную связь всегда Потому что я очень много отдаю Много даю и стараюсь, чтобы каждый человек себя почувствовал счастливым Как это здорово! Кстати, по законам мира считается, что чем больше у тебя есть, ты должен больше отдавать И тем больше мир будет возвращать тебе в ответ И не ждать Потому что если есть ожидания, то наступит разочарование А если живешь и делаешь, потому что это так, ты живешь То жизнь становится еще лучше Лана, вот как такая невероятная, красивая, элегантная женщина В какой-то момент времени своей жизни решила заняться бизнесом? Все-таки такое нелегкое занятие Но я не говорю, что я занимаюсь бизнесом Я делаю любимое дело и делаю его честно Делаю его ежедневно То есть это как моя материя Это часть меня самой И сложно сказать, когда была точка рождения этого всего Это была большая точка искренности Потому что это было с самого-самого детства Это как красота притягивает И умение ее делать, оно проявляется в своем желании каждый день Вы изначально были парикмахером И являетесь по сей день Да, это случилось, может, даже где-то в школьные годы Когда это был там третий, четвертый, пятый, десятый класс Потому что я всегда видела, что можно сделать еще лучше Потому что здесь люди, которые видят недостатки, а я вижу достоинства И подчеркиваете их И зная, как их усилить и убрать все лишнее Это, наверное, одна из базовых философий салонов красоты Ланы Камилина Создание красоты, но в то же время такой специальной атмосферы Потому что, мне кажется, каждый день ощутить праздник Каждый день ощутить возможность, когда за тобой ухаживают И делать это такое непринужденно, очень легко, естественно Для этого, конечно, нужны специальные люди Люди, которые могут наслаждаться этой атмосферой Это получается таким образом, что, когда вы проводите собеседование Не каждый, даже профессионал высокого уровня Может стать сотрудником, создателем этой прекрасной атмосферы То есть вы еще смотрите на человеческие качества Когда я провожу собеседование, у меня есть такое качество Я всегда вижу лучшее Поэтому я беру еще кого-нибудь на собеседование Тех людей, которые видят большие недостатки Поэтому есть такое консультирование И у каждого человека есть Кто-то станет через неделю, кто-то через месяц, кто-то через год Поэтому я вижу, какой путь развития людей Если человек хочет, то для него это большой шанс Изменить даже свою личную жизнь Потому что это как каждый день коуч И благодарность, можно сказать, в индустрии красоты Когда клиенты дают большую школу И все сотрудники, я понимаю, что они растут качественно и очень быстро Потому что в день очень много клиентов, и они показывают, как пользоваться теми услугами Как доставать портмоне, как благодарить, как относиться к себе И даже примеры, которые бывают не очень симпатичные, это тоже прекрасный пример Показатель того, как не стоит себя вести И это огромная терапия, потому что когда приходят женщины Она садится в кресло Она смотрит на себя в зеркало И тут наступает момент, когда она соединяется сама с собой Потому что такая насыщенная жизнь У нас очень много обязанностей Ответственностей Мы думаем не только за себя Мы думаем за своих самых близких Чтобы у них тоже было все удачно И я думаю, что, конечно, для женщины очень важно прийти В тот момент, когда она смотрит на себя И кто-то делает за нее И она понимает, что она соединяется с собой и становится очень сильной Это такая мощная терапия А в Лану Камилину происходит такой последний завершающий щелчок Благодаря которому это вот воссоединение происходит Ну, конечно, это не только в Лану Камильну Я думаю, что это как во всем мире Должно быть еще больше салонов красоты Потому что женщин еще больше должно быть красивых Потому что, Лана, вы видите, во всем все хорошее Во всем и во всех Скажите, то есть вы проводите собеседование Сидите, присутствуете вы И кто-то вам помогает Но вы видите в человеке потенциал Вы понимаете, что, может быть, он выстрелит через полгода Вы берете такого человека на работу Или вы с ним прощаетесь? Через полгода это хорошо Это хорошо Конечно, да Вы ему помогаете, вы над ним работаете Если у него есть желание То, конечно, да Если человек говорит, да, я хочу Конечно, скажут, окей Мы вместе Вот по поводу желания Мне так интересно порассуждать Потому что Ну, в России одно из главных желаний людей Которые приходят устраиваться на работу Это, конечно, высокий заработок Но акцентировать все свое внимание на деньгах Делая какое-то важное дело Очень сложно получить обратный результат То есть доходность Потому что все-таки должна быть, на мой взгляд Какая-то над идеей Какая-то мечта Чтобы ты реализовался Да Как вам удается Так вокруг себя Собирать столько людей Которые желают Работать вместе с вами Какая их мотивация Какая их причина Деньги или только Сейчас такое поколение Когда Мотивация Это не только деньги Мотивация Не может быть для них тоже даже Карьерный рост Мотивация Это хорошая атмосфера Мотивация Когда уважают И Такие отношения Не то что френдли Но когда Очень теплые отношения Мне кажется Это одна из больших мотиваций В любой компании Такая некоторая атмосфера эмпатии Да Когда все видят друг в друге Только хорошее Помогают друг другу Мотивируют И развиваются Это эволюция Это человеческая эволюция К ней конечно все стремятся Потому что это Это тоже большая потребность С одной стороны стремятся С другой стороны Никто не отменял конкуренцию И многие люди Пытаются друг другу Как-то там Ну это Качественный рост Потому что если мастер Или Другой профессии Там визажист Колорист Косметолог Работает у себя дома Или ездит Визит клиентам То со временем Он теряет Свой профессиональный рост Потому что ему Не удается себя сравнить С кем-то Поэтому когда люди В коллективе Это прекрасная мотивация Личного роста Вы говорите Они должны Видеть Как работают другие И коллекционировать лучше Потому что когда Перед зеркалами Все открыты Тогда идет Открытый рост Слушайте Как интересно Я заворужена Как вы хвалите Своих мастеров У вас есть такая практика Что кто-то Чем-то выделился Вы отмечаете Обращаете на это внимание Я улыбаюсь Это вам лучше Потому что Хвалить Человек сам Получает удовольствие Когда он Себе нравится Человек сразу чувствует Если он собой Гордится То чувство гордости Или Когда Делают Такую Подтверждающую Как здорово Похвалили Конечно Можно только взглядом Можно погладить Человека Можно сказать Вау У нас есть повод Сделать себе Праздник Еще один То есть Причин очень много Это зависит От Всех моментов А как же другие Обратят на это внимание Даже не с точки зрения Того Чтобы выделить Этого человека А с точки зрения Чтобы научиться Об него Ну конечно Есть техника Когда делать Замечания В отдельности Охвалить при всех Ну конечно Тогда это увеличивается Конечно Можно и так Как интересно А вот праздники Вы устраиваете Какие-то определенные темы Или Внутри коллектива Да Я так понимаю Это все Если достаточно Для этого времени В этом смысле То конечно Можно делать Вместе Собираться Это прекрасный повод Провести вместе Время Но мы вместе Проводим Каждый день 12 часов Вместе Поэтому Когда мы делаем Праздники для клиентов Делаем тематические Интересные мероприятия Приглашаем Создаем Какое-нибудь Новое настроение То все сотрудники Я думаю Что они чувствуют Такой же праздник Скажите Лана Кто ваш клиент Вот в плане того Кто это больше Женщины или мужчины Какого возраста Какого достатка Удивительно Что мы никогда Не делали Специальной такой Публиситой рекламы Для мужчин Что Лана Камилина Это идеальный сервис Для мужчин Прекрасные стильные стрижки То есть никогда Но однажды Я захожу в салон И я вижу В креслах Сидят только мужчины И с одной стороны Это удивительно Это приятно Что мужчины Ухаживают за собой И я думаю Что им нравится Конечно сервис Сервис Который дает им Свободу Когда есть Хорошие Внимательные отношения С той же стороны Такая Есть дистанция Когда есть Правильная дистанция Выстроена Я думаю Что для мужчин Это очень Очень ценно И важно А как вы считаете Мужчины Они более преданные Клиенты В салоне красоты Чем женщины Везде пишут Что да Я тоже знаю Что люди пишут Что да Мне интересно Какова ваша практика Бывают разные истории Когда например Он рекомендует ей Выбрать прекрасный адрес Бывает наоборот Когда она Выбирает Мастера И комментирует Чтобы вот она Рекомендовала Как она его видит В лучших своих проявлениях Ну вот он уже пришел И вы потом его видите Второй Пятый Десятый раз Да Я думаю Что мужчина Если он выбрал Ему нравится То конечно ему удобнее Пользоваться Стабильными услугами Не будет так Как женщина Искать в интернете Женщины прекрасно Они мир открывают Да Они открывают мир Конечно Мужчины в этом плане Они более постоянные Их все устраивает Если их все устраивает Они не ищут где-то Женщина может пробовать И пользоваться разными услугами В разных местах И у нее есть Личное свое мнение Например Она может сравнивать И особенно приятно Быть стабильными Верными И на постоянном месте Например Алана Камильна уже 15 лет И представляете Сколько было клиентов Которые были в 1999 году И ходят по сей день Есть клиенты Которые приходят постоянно Все эти годы И есть клиенты Которые например Уезжали Путешествовали Или искали еще Может быть Какие-то другие Предложения И потом возвращаются Вот для меня Вот это высшая точка удовольствия Когда я вижу Клиенты опять возвращаются И они говорят Мы все попробовали Ну вы так прекрасны Я думаю Боже мой Спасибо Это для меня хороший комплимент Действительно Скажите Вот вы написали книгу Сервис класса люкс И там я встречала Очень важные Для своей деятельности У меня тоже салон красоты Рекомендации Вы работаете На постоянного клиента Правильно? Вы настроены на то Чтобы привлекать Не как можно больше клиентов В свой салон красоты А чтобы человек пришел И уже остался Влана Камилина навсегда И даже если куда-то уходил То вернулся обратно Конечно Это как Открывать новые отношения С человеком И всегда интересно Как именно этот вечер Проведет девушка С которой мы создали Красивую прическу Как изменится ее личная жизнь Как их соберет на комплименты И когда строятся такие диалоги Уже на несколько лет Это очень интересно И вы всех помните? У меня хорошая память Я помню имена Особенно с теми Для кого я была полезна Кому я делала Красивые укладки Стрижки Кому я делала Личные консультации Конечно Это незабываемая Профессиональная память А у вас были какие-то моменты Когда вы были недовольны собой? Когда я недовольна собой? Я не дохожу до этого точки Я стараюсь сделать так Чтобы я была максимально довольна Если даже для этого Чуть больше потребуется времени Для меня главное Чтобы я была довольна Если я довольна Значит все прекрасно Потому что я очень требовательна Ко всему К концу дня у вас не бывает такого Что вы истощены Потому что Не бывает Абсолютно Вы все-таки получаете обратно Потому что это есть обратное Прекрасное И каждый день он насыщенный Когда меня забирает муж После работы, например И делает предложение Например Ты как-то себя чувствуешь? Ты уже устала? Я говорю Нет, я еще хочу Красивого продолжения вечера Потому что мне кажется Это даешь И наслаждаюсь Как довольны собой люди Ладно, позвольте Мы прервемся на рекламу После которой продолжим наш разговор В эфире реклама Друзья, мы продолжаем программу Красивое дело В эфире я и ее ведущая Ирэн Шевердина И в гостях у нас Несравненная Лана Камилина Создательница и креативный директор Салонов красоты Лана Камилина Светлова, здравствуйте Это я, оказывается Лана, вы знаете У нас все-таки Передача про бизнес Телеканал про бизнес И мне даже немного неловко Задать вам такой вопрос Потому что Та атмосфера Которая здесь Царит И царит В ваших салонах Я там была Это такая полная гармония Но все-таки У вас был бизнес-план Когда вы открывали Салон красоты? Конечно Вы как-то рассчитывали Конечно Должен быть маршрут Должен быть маршрут Конечно Когда взлетает самолет У него есть четкий план Где он должен приземлиться И у вас такой план был Наверное Открыть еще несколько салонов Когда открывается Первый проект Думать только надо о нем И когда он уже Становится Проявленным И успешным Тогда остальное Складывается своим образом И удивительно Что у каждого проекта Есть свой сценарий И мы даже иногда Не знаем Какой он будет Сценарий у каждого проекта Поэтому это так интересно Потому что это как Неизвестное Которое нас вдохновляет И это очень интересно Это интересно наверняка И увлекательно Но скажите Как быстро вы начали Получать прибыль? Какой план Получения прибыли Через какое время? Да Я думаю Что когда выстраиваются Такие бизнес-ожидания То делают Правильный расчет Конечно Надо выбрать Удачное место Потому что это Может быть Люкс Может быть Средний уровень И так именно Строятся Свои ожидания Вы сделали Ставку на место Мы выбираем Конечно Те места Которые Нам самим Очень симпатичны И нравится И конечно Это Третьяковская галерея Напротив Третьяковской галереи Быть Это был подарок Потому что Искать Удачное место Я его искала Шесть месяцев Каждый день И конечно Когда Был увиден Именно это Красивое место Я сказала Окей Это прекрасно Сложно было Открывать Первое заведение? Ну когда есть Огромное желание Сложно не открыть Это когда есть Сценарий книги То легче ее написать Чем носить Ее постоянно в голове Поэтому Сложно Сложно Это хорошо Когда сложно Сложно Это чувство Это интересно Это развивает Богатство Да Сложно Это очень Развивающие моменты И человека Который открывает Безусловно Это Очень интересно Вы не только стали предпринимателем Вы выросли как личность Я не думаю Про деньги Я не думаю Про вот Какую-то Конечную финансовую Потому что Мне кажется Надо быть Особенно женщине В бизнесе Она должна делать Все как она считает Как она чувствует Как она Желает И потом деньги Они сами все идут Слушайте Может быть это возможно Даже и без бизнеса То есть вы все-таки Занимаетесь любимым делом Потому что Именно женщина Она всегда обладает Большой интуицией Она Должна себе верить Первое К что пришло И у каждого Успешного мужчины Всегда есть Женщина Которая ему Делает подсказки У каждого Императора Короля Всегда есть Возлюбленная Или его Жена Которая скажет Дорогой Надо лучше Сделать так Я чувствую Первое что пришло Это был первый салон Ланы Камилина Как пришли второй и третий По-моему они пришли Одновременно Когда растет компания Когда растут сотрудники То конечно Они должны превратиться Также в шеф Ведущих мастеров И в менеджеров Это как структура компании И Вам стало тесно Было желание Может быть была симпатия Этих мест Хотелось быть И там проводить время Больше Да Потому что патриарши пруды Они симпатичны Там приятно гулять Как и находиться Напротив Третьяковской галереи Да И Мы называем Ланы Камильна Третьяковка Лана Камильна Тверская Лана Камильна Патриарши Поэтому Все Очень симпатичные адреса И мне кажется Три Это гармонично Да Три Это очень гармоничное число Лана скажите пожалуйста Бывало такое Что Мастера Вырастали Уходили Открывали Свои салоны Красоты Брали Какие-то ценные Навыки Секреты У вас Ну как и наоборот Может быть Когда человек Не нашел свою профессию Он сказал Нет Я буду в другой профессии Как и наоборот Когда человек Вырастает И он хочет сделать И он приходит И говорит Вот У меня теперь так Я говорю Ну здорово Это прекрасно Бывают разные сценарии И я Я когда-то Стала А как Это произошло Поэтому Мне кажется Что Когда Ученики Могут сделать что-то И они могут Когда-то Сказать Спасибо То Так Все движется Значит вы истинный учитель И когда мы учим Мы тоже Растем Когда мы учим Мы тоже Становимся Еще более Сильными Поэтому Не жалко Учить Ладно Скажите Пожалуйста Я читала Что вам Предлагали Открыть Салон красоты В Париже Мне предлагают Каждый день Открыть В каком-нибудь Красивом городе России Или В Европе Или Азии То есть Открыть Но не Я думаю Что Может быть Это когда-то Случится Потому что Сегодня я Удовлетворена Развитием Проектов Трех Проектов И как оно Наступит Так Я пока Не загадываю Слушайте Так Оно должно быть Искренне Непредсказуемо Потому что Когда человеку Дается Какая-то Дается Какая-то Возможность Сделать бизнес В Европе Или в Азии Или в Америке Обычно Люди Очень рады Довольны И для них Это большое Счастье А вы Настолько Гармоничная Личность И Чувствуете Что вам Пока этого Не нужно Как вам Это удается Как вам Удается В этих Бизнес-реалиях Сохранять Такую Гармоничность Вдох Выдох Это как Естественная Жизнь Потому что Есть Каждый день Обязанности Желания И всех И надо Выполнять И когда Выполняю Где остается Время Может быть Одна минута Для себя Лично Поэтому Рождается Гармония Лан У вас В салонах Красоты Оказывают Парикмахерские Услуги Ногтевой Сервис Что еще Все Что делает Женщину Красивой Мгновенно Красивой Когда могут Одновременно Сделать Все Чтобы она Могла Выйти Надеть Красивое Платье И выйти В свет Поэтому Есть Когда Делают Подготовительный Например Косметологию Несколько Сеансов И Есть ли Аппаратная Косметология Есть Но Я Больше Сторонница Всего Такого Естественного Потому что Мне кажется Самые драгоценные Это сами руки Когда делают Профессионально И делают Ручной Массаж То это Большая роскошь Ну это массаж А если дело касается Коррекции фигуры Коррекции фигуры Массаж А ну да Массаж Мне кажется Все можно делать Действительно Вы знаете Я подписана На Лана Камилина У нас есть сайт И Мне постоянно приходят Рассылки Постоянно какие-то новинки То есть Либо к вам приезжает Мастер из Парижа Либо к вам Я помню Летом была такая Интересная акция Коуч красоты По-моему она называлась Что ты приходишь Беседуешь со специалистом Он узнает Твой характер И под тебя Подбирает прическу Макияж И все тому подобное Как вам это удается Как придумать И организовать Ну вы Дальше Дальше чем в ногу Со временем Вы действительно Что-то такое Интересное придумаете Чего нет ни у кого Даже после вас Это приходит Мгновенно И У меня получается Приходит мысль И моя задача Воплотить ее Вы не делаете на эту ставку Да Мне пришла искренняя идея Она меня вдохновила Мне бы очень хотелось Иметь такое же предложение И воспользоваться И самое важное Это надо организовать Все И все Как любая идея Она должна быть хорошо организована А любая идея организовывается Когда есть хорошая команда Когда есть помощники И вы чувствуете помощников Каждый день Конечно Одно и не сотворить ничего А когда включаешь В свое пространство Людей Которые желают Также помогать Также получать удовольствие Тогда человек делает Большой успех Вот я с вами беседую И понимаю Что ваши салоны красоты Они очень уникальны Казалось бы Процедуры Которые там Совершают Да Они совершаются везде Но при этом У вас уникальная атмосфера При этом Вы всегда в ногу Со временем И даже дальше А у вас постоянно Появляются какие-то новинки Но все же Вы чувствуете Что есть конкуренты Конкуренты Это живительное Живительное благо Живительная энергия Потому что Конкуренция Это Это очень позитивно И мне кажется Что у нас Конкуренция Среди Ланы Камилина Трех салонов Больше Чем конкуренция С внешними Да А вы соревнуетесь Как-то между собой Конечно У всех есть Стремление Показатели Показатели У кого какие рекорды Конечно Поэтому Когда Идешь по набережной И видишь ресторан 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 То конечно Есть желание зайти Да Так же как и салоны красоты Когда есть Большое предложение То есть и потребности Мне кажется Их не так еще и много В Москве И как вы награждаете Своих сотрудников Как награда за Ну вот Конкурируют Три салона За лучшее Да Я думаю что Лучшая награда Это когда человек достигает Потому что Мне кажется В тот момент Когда забит гол В этот момент Человек получает Высшее удовольствие А потом Когда ему делают Награждение Кубок вручает Это уже следующее Мне кажется Я создаю условия Где человек может Понравиться себе Вы знаете Сейчас рассуждаем С вами на эту тему Я вспомнила Как я общалась С одним из представителей Хурма менеджмент Это ребята Они открывают рестораны И как они в игровой форме Мотивируют своих сотрудников Потому что у нас В стране К сожалению Работать официантом Ну считается Не очень здорово Они придумывают Такие лотерейные билеты В которых Пишут Название блюд Которые человек Должен продать за этот день И когда он продает То есть он зачеркивает Зачеркивает В такой игровой форме Кто первый победил Тот и классный Официант А это прекрасная помощь Да Потому что если человеку Не даешь конкретное задание Ему очень сложно То ему сложно проявить А когда есть Я не скажу Что это установки Но это как Ориентирование Что именно Поэтому всегда Одно есть важнее другого И когда человек Сам не может Определить Что важнее другого Конечно ему надо помочь Это прекрасно Да Алан Скажите У нас остается Очень мало времени До конца эфира Я хотела бы Вас спросить Ваше мнение Женщина в бизнесе Какими качествами Она должна обладать Чтобы быть конкурентоспособной Но при этом Оставаться женственной Когда начинает человек Думать о конкурентах То энергию и время Он отдает конкурентам Поэтому важно быть в том Чем занимается человек Важно чтобы сам себе человек Очень нравился Если он себе нравится Для этого надо много чего сделать Тогда он может найти то Что нравится в других людях В первую очередь Наверное нужно знать Чего ты хочешь И конечно Единственная задача Когда мы рождаемся Это быть счастливым человеком А бизнес Это как реализация Всех своих лучших качеств Скажите А вы как-то переключаетесь То есть вот Сейчас я на работе Сейчас я дома Обязательно Это должно быть Именно вот так вот Срабатывать Потому что как только Мы делаем шаг В пространство Где мы трудимся Мы должны думать Только о благополучии Процветании То что сделает Еще успешнее Это дело Но когда мы выходим Мы должны сказать Стоп И быть для себя Для своего роста Для знаний Для развлечений Для любимых Это такая осознанность жизни Должна быть Лана, спасибо вам огромное К сожалению, наш эфир подошел к концу В эфире была программа Красивое дело Я ее ведущая Ирэн Шевердина И в гостях у нас была Несравненная Лана Камилина Спасибо огромное Дорогая, спасибо